Привет, интернет! С вами Эно, и сегодня, вау, мы возвращаемся к той самой, самой трагичной истории вселенной Бистерс. Да-да, та зайчишка с ольвишкой Эйрда и Ака. А теперь, ну-ка, быстро подписались на канал, кто не подписался, там колокольчик нажали на все уведомления, чтобы этот ролик продвигался в рекомендации, если вы хотите больше контента по Бистерсам. И-и-и, я думаю, можно начинать. Мир Бистерсов. Мир выдающихся зверей. Во многом он похож на наш. Но есть кое-что, некая чума, населяющая этот мир. И эта чума невероятная, яростная, хищное желание, что дремлет в половине населения этого мира. И хищники, и травоядные вынуждены страдать из-за него. Это нависшая угроза, то, что мешает им бесстрашно сосуществовать. Нам всем было интересно, что же ждет Эйрда и Ака, чем же закончится их история. Но Бистерсы закончились, а про ту парочку ни слова. И тут выходит восемнадцатая глава Бист-комплекса. Что ж, самое время предупредить вас о спойлерах. О спойлерах ко всей манге Бистерс. Поясню для таких же ценителей аниме, как я. После второго сезона еще куча всего на происходило вкусненького. И тут будут спойлеры. Много-много. А еще спойлеры восемнадцатой главы Бист-комплекса и далее. Разобрались. Самая трагичная история Бистерсов продолжается. Многие читатели манги Бистерс даже не в курсе про Бист-комплекс. И, к сожалению, он чрезвычайно недооценен. Короче, Бист-комплекс это отдельная манга по Ройтагаке, действия которой происходят в той же самой вселенной, что и Бистерс. За исключением пилота про Хару и Легаси. Четыре главы Бист-комплекса были написаны еще до серийного издания Бистерс. Да, вселенная та же самая, но ранее в этой манге давали лишь легкие намеки в сторону персонажей Бистерс. По большей части Бист-комплекс был как-то сам по себе. По большей части. Не полностью. Потому что вторая глава это приквел о директоре Челлингтона, когда тот был ребенком, когда ходил в школу вместе с Киби, Тэмом и Зоей. Да, сразу видно, что писалось до событий Бистерс. В любом случае, после того, как Бистерсы окончательно разогнались, Бист-комплекс отошел на второй план, а новые главы выходили нерегулярно. Седьмая глава повлекла за собой явные перемены. Она вышла во время финальной арки Бистерсов. И она действительно была про персонажа, который ранее ненадолго появлялся в основной манге, в Бистерс. И вот это стало базисом будущего Бист-комплекса. После завершения Бистерсов пару объявила, что вернется к работе над Бист-комплексом. И в этом новом Бист-комплексе история гибрид старого формата с оригинальными персонажами и нового формата расширения истории второстепенных персонажей вселенной Бистерс. У нас появились главы о Тайном Клубе, Муги особенно интересен, и даже немного о Легасе. Этот эпилог был необходим Бистерсом, и пускай он мог пролить немного больше света на многих персонажей, те главы, что мы получили, тоже хороши. И это приводит нас к восемнадцатой главе Бист-комплекса, когда мы наконец-то получили завершение истории Акка и Эрда. Именно об этом мы поговорим сегодня. Мы снова обратимся к трагичной второстепенной истории Акка и Эрда. Но перед тем, как я начну говорить о новой главе, хочу для начала пробежаться легонечко по предыдущему видео об этой парочке. Возможно, там мы слишком сильно прошлись по Акка, чуть ли не виксим-блеймили. Хотя, в отличие от оригинального ресурса, под моим видео никому так не показалось в комментариях. Но на всякий случай тоже принесу свои извинения. А в том ролике больше рассматривался взгляд Эрда на ситуацию, его позиция. Это не то чтобы самый объективный подход. И сейчас мы постараемся посмотреть на эту ситуацию и с точки Эрда, и с точки зрения Акка. Да и сейчас на все можно взглянуть гораздо-гораздо лучше. Изначальным посылом в предыдущем видео про эту пару была трагичная природа существования плодоядных и как им приходится жить с демоном внутри них, за которым они постоянно мучительно пытаются следить 24 на 7. Этот демон может просто вырваться и уничтожить отношения, которые мы хотим видеть между Легаси и Хару. Та глава существовала, чтобы показать Хару потенциальный риск, с которым она могла бы столкнуться, если бы захотела продолжить отношения с Легаси. Та глава показывала трагедию самого факта наличия этих рисков, потому что плодоядные не выбирали рождаться с этим демоном внутри, но обязаны проводить всю свою жизнь в борьбе с ним. Но что не удалось донести, так это то, что травоядные страдают тоже. Они вынуждены жить в постоянном страхе, что плодоядный может поддаться инстинктам в любую секунду и поглотить их. И травоядные могут оказаться в позиции, в которой просто не смогут защищаться. А теперь представьте, как себя чувствует травоядный, который встречается с плодоядным. Они же гораздо ближе, невероятно близки с тем, кто может проиграть битву внутреннему демону в любую секунду и напасть, когда травоядный будет наиболее уязвим. Этот факт просто ужасающий. Настоящая трагедия, что мир бистерзов такой. Вот почему после обсуждения этой истории можно прийти к следующему выводу. На это были намеки в первом ролике, но идея не была донесена корректно, потому что мы увидели недостаточно взгляда Ака на ситуацию. Она была выставлена более виноватой стороной, что было недостаточно для восприятия и объяснения этой сцены. Итак, к какому же выводу мы можем прийти? И Ака, и Эрда жертвы в этой ситуации. Но жертвы чего именно? Жертвы проклятия и хищного желания, которым отравлены все плотоядные в мире бистерзов. Эта сцена должна олицетворять и быть болезненным напоминанием о трагичном факте законов природы бистерзов и потенциальных последствиях, с которыми сталкиваются обитатели этого мира, если хотят межвидовых отношений. Ака хотела лишь сломать этот барьер между видами и сделать то, что так боятся сделать все окружающие в ее жизни. Все, чего хотел Эрда, иметь глубокие отношения с той, кого любит, но оба в итоге стали жертвами ужасного проклятия плотоядного желания. Печальное зрелище. Я правда надеюсь, что все будет хорошо. Эрда, это ты? Это правда ты? Удивительно, что ты пришел увидеться. А, Ака. Я хотела тебе позвонить, но подумала, что тебе будет тяжело снова со мной разговаривать. Да неважно, смотри, как все вышло. Я правда хочу загладить свою вину. Окей, это определенно странно. Так и знал. Она всегда быстро схватывала, что происходит, и адаптировалась. Ака. Прошел целый год. И с Ака все хорошо. К тому же, она, судя по всему, живет довольно счастливо. Такое счастье даже слегка сбивает с толку. Но потом до меня дошло. Ака обладает той самой чертой, которую упомянул Эрда. И это заслуживает невероятного восхищения и уважения. Очень хорошо ложится в тему принятия и способности идти дальше. И этот ролик я тоже, возможно, переведу. Эта черта характера Ака может быть отлично проиллюстрирована цитатой из One Piece. Такими темпами ты потеряешь из виду все. Тебя поглотят темные тучи самобичевания и сожаления. Да, может быть, тебе сейчас сложно, Луфи. Но ты должен заставить эти мысли умолкнуть. Хватит считать только то, что ты потерял. Чего больше нет, того больше нет. Спроси же себя. Что же тогда осталось у тебя? Прошлое может быть болезненным. Очень болезненным. Но оно никуда не исчезнет. Как усердно не пытайся, как не старайся. Факт остается фактом. Что случилось, то случилось. И шрамы прошлого останутся навсегда. Но даже с ними ты не можешь позволить прошлому мешать тебе двигаться дальше к будущему. Именно так Ака живет свою жизнь. Она могла бы кричать, какие ужасные у нее шрамы на лице. И как ее лицо никогда не будет таким же, как прежде. Но Ака не видит смысла этим заниматься. Жизнь слишком коротка, чтобы тонуть в тоске по прошлому. Потому чего ты не сможешь изменить. Ака решает видеть стакан наполовину полным. И берет как можно больше от того, что имеет сейчас. Вместо того, чтобы видеть в своих шрамах какую-то потерю. Она решает, как следует жить эту жизнь. Приняв свои шрамы, как часть того, кем она является сейчас. Главы Бист-комплекса самостоятельные. В них нет связанной истории. Из-за этого формата Пару старается использовать каждую из пары десятков страниц. Чтобы каждый раз преподнести какой-то новый жизненный урок. Пятая глава рассказывает об уважении людей как личностей. Седьмая глава о понимании с тех точек зрения, которые далеки от твоей собственной. Ну а восемнадцатая глава о том, как прошлое не должно тебя сдерживать. Вместо этого стоит оживить то, что у тебя до сих пор есть. И двигаться с этим к будущему. Да, у Ака есть эти шрамы. Но она не хочет жить в негативе. Она выжмет по максимуму из того, что у нее все еще есть. И не позволит прошлому ее калечить. Поэтому она ничуть не обижена на Эйрда. Она решила двигаться дальше. Когда она вновь встречает Эйрда, она замечает, что он все еще застрял в прошлом и боится двигаться дальше. Ее это бесит. И она решает научить его двигаться дальше. Как она сама это сделала. Эти шрамы. На них больно смотреть? Ака, стой! Ака! Мне не нужна твоя жалость. Мои шрамы никуда не пропадут. Хватит зазнаваться. Не ты оставил эти шрамы. Ака! Твои слова заглушают фейерверки. Но все равно их бы слышал только я. Эти шрамы оставила я! Только я мог слышать ее крики. Я думаю, что прямо сейчас, и с тех самых пор... Я всегда любил тебя, Ака! Давай встречаться нормально. Не просто потому, что модно, А как настоящая, любящая пара. Хорошо. Ладно. В таком случае тебе придется стать хорошим пластическим хирургом. А до тех пор твое сердце только мое. Как начнешь медицинскую практику, Не забудь признаться в любви снова. Мне понадобится такая хорошая глава в моей автобиографии. Хорошо. Тогда жду с нетерпением. Эрда хотела настоящих отношений с Ака и все еще хочет их. Но из-за произошедшего между ними в прошлом, Он не может двигаться дальше и пытаться приблизиться к желаемому. Но когда Эрда говорит Аке о своих настоящих чувствах, Пускай и не напрямую, но она учит его двигаться дальше. Если он правда хочет настоящих любовных отношений с Ака, Это надо доказать. Если просто сидеть и ныть о том, Что случилось между ними в прошлом, Ничего не изменится. Действия говорят громче слов. В форме голоса Щоя мог извиниться перед Щока за все, Что сделал с ней в прошлом. Но по-настоящему их отношениям помогли действия Щоя И его попытки общаться с ней, проводить с ней больше времени. Этот анимационный фильм – более тяжелая И подчеркнутая форма 18 главы. В любом случае, суд решил, Что Эрда все еще может посещать межвидовой колледж И что он все еще может находиться рядом с травоядными. Так же, как Ака принимает свои шрамы, Эрда должен принять тот факт, Что суд законодательно разрешил ему видеться с Ака снова. Ака раздражает, Что хоть у Эрда есть шанс двигаться дальше И следовать за своими желаниями, Он стоит на месте, Позволяя прошлому себя останавливать. Если он действительно хочет настоящих отношений с Ака, Он должен стремиться к ним. Ака определенно именно это донесла ему в довольно интересной манере. Но в том, как она это сказала, Так много символизма, И это по-своему шедеврально. Она правда хочет, чтобы он стал пластическим хирургом. Ээээ, кто знает, Наверное, Не уверена. Она наверняка могла иметь в виду буквально сказанное, Но можно воспринять сказанное как глубокий символизм. Шрамы на голове Ака символизируют ошибки прошлого. Они никогда никуда не исчезнут. Но даже при этом Шрамы можно Залечить. Согласно данным пластической хирургии, Пластические хирурги могут работать со шрамами. Их цель – минимизировать шрам, Излечить его, Сделать менее видимым. Полностью от шрамов не избавиться. Но пластические хирурги могут их хотя бы минимизировать. Пускай Эйрда не может полностью убрать шрамы прошлого с головы Ака, Если он постарается, Он может их минимизировать И сделать прошлое между ними лучше. Ее слова можно воспринимать как буквально, так и метафорично. На врачей учатся очень долго и с большим трудом. Но как только он выучится, Он сможет использовать свои знания на шрамах Ака, Чтобы физически излечить их. Однако он даже не обязан буквально становиться пластическим хирургом, Чтобы исполнить желание Ака. Он должен сильно потрудиться, Если хочет сделать прошлое лучше И приблизиться к отношениям с Ака. И как только он потрудится, Он сможет залечить шрамы прошлого Своими действиями в настоящем. На шрамы будет не так больно смотреть. Вот в чем красота этой главы И окончание истории Эйрда и Ака в целом. Люди говорят, что если отношения дали трещину, То отношения этих двух людей Никогда не станут прежними. В некоторых случаях это правда так, Будь то дружба или романтика. Но это все еще не значит, Что пара не может стремиться К сильным взаимоотношениям. Если обе стороны готовы принять прошлое, А также готовы расти и простить друг друга За все случившееся, Так почему им не стоит попробовать Выстроить эти отношения между ними снова, Если они правда этого так хотят? Ака сделала так, чтобы Эйрда Наконец-то отошел от прошлого. Она простила его. Она хочет, чтобы он следовал своим желаниям в жизни И подталкивает его к работе над этим. Судя по концовке этой главы, Определенно кажется, Что работать над будущим он будет. Бист-комплекс невероятно недооценен, Так что советую к прочтению. Это короткие истории с глубокими И проникновенными посылами. Прямо как в той истории, Которую мы разобрались с вами сегодня. И возможно однажды мы доберемся До еще одной истории по бист-комплексу о Муге. Спасибо огромное за просмотр. Поддерживайте на патреоне, Там видосы выходят на парочку дней раньше. Также не забывайте заценить группу ВК, Там я говорю о планах на канал И дропаю дополнительный контент. В твиттере пишу всякие мыслишки И просто веселюсь. В тикток я выкладываю косплей, Но бывают видосы и без косплея. Не забывайте нажать на колокольчик, На все уведомления, Подписаться на канал, Если не подписаны, Поделиться видео и оставить комментарий. А с вами была я, Н.О. Отпускающий прошлое переводчик. Еще услышемся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok